Приветствую вас! Давайте попробуем разобраться с тем, что вы спрашиваете у нас. Ну, пожалуй, начнем мы с первого слова. Как научиться? Видите ли, любой обучающий процесс, если вы действительно готовы учиться, он никогда не бывает быстрым. Это всегда процесс длительный, это всегда процесс достаточно регулярный, и обучение не происходит, сразу не происходит внезапно. То есть, в какой-то момент, делая, выполняя определенные действия, выполняя определенные модели поведения, вы просто-напросто однажды понимаете, как правильно нужно делать. В психологии это называется инсайд, озарение, когда человек учится, использует данные ему средства, и постепенно, использует это средства не механически, как изначально, а уже осознанно, сознательно. То есть, процесс научения, это процесс научения, это процесс достаточно длительный. И ответить на вам на вопрос, как научиться, можно только следующим образом. Во-первых, необходимо понять, зачем вам, для чего, и что мешает вам делать то, чему вы хотите научиться, какие есть препятствия к этому. Сперва нужно убрать их, чтобы они не мешали, а потом идти тем путем, который вы выберете, который вам более близок. И поэтому единого какого-то ответа, универсального ответа нет. Потому что, если бы был универсальный ответ на ваш вопрос, ну, уже давно бы на ресурсах висела бы таблица, или лучше схемка, где можно было бы, вот, следуя простым инструкциям, да, научиться позитивно мыслить. Поэтому, что я хочу сказать, это то, что, чтобы научиться, нужно сперва обсудить и разобрать эти моменты. Далее, значит, позитивное мышление. Позитивное мышление базируется на установках. На установках, соответственно, так же позитивных. И на данный момент у вас занимает, вместо позитивных установок, занимают установки негативные. И, соответственно, у этих негативных установок есть своя природа, есть свое происхождение, и есть польза, которую эти негативные установки вам приносит. Нужно понимать, что как бы сильно мы не ругали какие-то вот наши характеристики, как бы рьяно мы не говорили, например, о том, что вот мы мыслим негативно, допустим, да, и мы ценим то, что у нас есть и прочее, все равно те негативные установки, которые создают вот это все, несут нам определенную пользу. И нужно понять, какие позитивные моменты видите вы в том, что мыслите негативно. И когда они будут ясны, когда мы сможем понять для себя их значение, тогда мы будем проще понять и проще поменять свое мысление. Мысление, само по себе мышление, оно опирается на некие такие основы, на некий фундамент, условно говоря, на внутреннюю речь, на непрерывный потоп сознания. Мысли – это те логические цепочки, которые вы совершаете в своем внутреннем постоянном диалоге с собой. Ну или, как иногда говорят, монолог, если речь здесь не о рефлексии. Соответственно, от чего-то вы отталкиваетесь. И вот то, от чего вы отталкиваетесь, по большому счету, для вас вредно. Это и есть негативное мышление. Вред. Вред вам, вред окружающим и защитный механизм. Негативное мышление – это всегда защитный механизм. Защитный механизм от чего-то в вашей жизни, что вызывает у вас страх, сомнения в себе, может быть, какие-то невротические состояния и прочее. Соответственно, с этим точно нужно добраться. Далее. когда будет понятен вред негативных установок, вы не хотите их поменять на те установки, которые соответствуют уже вам, вашим идеалам, вашим ценностям и более полезному, более позитивному, более открытому, ну, правильнее всего сказать более перспективному взгляду, который есть у вас. И над выработкой этого взгляда, над формированием его таким, какой нужен он именно вам, тоже нужно работать. Потому что эксперты могут сказать вам свои взгляды позитивные. И они могут быть правильными. но если это не является чем-то важным, это так и останется просто взглядом. И не более того. Поэтому свой взгляд нужно вырабатывать. Далее. Чтобы ценить то, что у нас есть, необходимо правильно понимать цели образования и уметь сосредотачивать свое внимание на определенных вещах, то есть уметь управлять своим вниманием. А также понимать лучше вообще смысл жизни. То есть ради чего вы делаете это? Для чего вам те или иные вещи? Для чего вам те или иные цели? это это вот такая знаете логотерапия Виктора Франкула например. Санкт-Плюс ради чего? И вот это этот вопрос поможет вам научиться научиться не то, что у вас есть. Если вы будете понимать разницу не мешало бы и также освоить некоторый гештальт в приемах. Например, уже классические фигуры айфон и например так называемый эффект полной жизни. Когда вы чего-то очень сильно ждете и чего-то очень сильно хотите а это не происходит и вы все свои силы пытаетесь отдать этому пытаетесь осознать это пытаетесь повлиять на то чтобы добиться того чего вы хотите и действительности вы в этот момент не живете потому что жизнь когда человек наслаждается тем что у него есть а умение наслаждаться тем что у него есть заключается в теперь уже расширении центра своего внимания то есть по сути концентрирования его внимания на тех вещах на предметах на которые вы ранее никогда или почти никогда не обращали внимания в принципе какие-то вещи какие-то мелочи какие-то люди какие-то слова какие-то поступки все вот то что вам кажется обыденным на это нужно обратить внимание по сути взглянуть по-новому понятно что например если с детства у ребенка есть скажем мячик то он этот мячик подпринимает как продолжение себя он его не ценит нужно ли ценить такую вещь да нужно что сделать для того чтобы начать ценить обратить на нее внимание в теории деятельности например Леон Тила есть такое такие понятия как операции действия и деятельность так вот по сути операции это то чего мы не осознаем и иногда и не должны осознавать но для того чтобы осознать некоторые вещи необходимо определенные действия превратить в операцию необходимо определенные операции превратить в действия потому что действия это то что мы осознаем то есть отдаем себя отширп в том что мы делаем и это иногда бывает как вредно так и в вашем случае бывает достаточно полезно и вот на этом я думаю можно будет пока закончить если вы действительно хотите научиться позитивно мыслить и ценить то что у вас есть вам предстоит некоторая работа и в результате этой работы вы будете понимать куда пройдет вы будете понимать что вам нужно сделать для того чтобы добиться своих целей и будете понимать как это вообще можно сделать ну а процесс научения заключается в том что вы берете средства и сперва на уровне действий а потом на уровне операций начинаете их использовать именно так происходит сказ научение со своими неудачами со своими удачами и со всеми вытекающими последствиями теории рефлектов на этом все надеюсь что помог вам если какие-то вопросы остались пишите в личку помогу если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его в лучшем желаю вам всего самого доброго и удачи удачу удачу удачу